Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Меня зовут Митницкая Наталья и сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как мероприятие в программе 1С Документ оборот КОР. Для подготовки учета организации последующего анализа совещаний, обсуждений, заседаний и других коллективных собраний в программе 1С Документ оборот КОР. Замечу только в корпоративной версии, предусмотрен справочник мероприятия, который находится в совместной работе всем мероприятиям. По умолчанию данный справочник открывается в режиме списка, но это можно опять же изменить. Состояние мероприятия отображается цветом. Зеленый в стадии подготовки, красный мероприятие в стадии подготовки, но дата начала уже прошла. Без выделения цвета проведенные, серый отмененные. Использование данного справочника позволит сократить время на подготовку мероприятий, упростит процедуру подбора оповещения участников, обеспечит учет и контроль исполнения принятых решений. Многое-многое другое. Использование учета мероприятий на предприятии включает только администратор. Поэтому, если у вас данного раздела нет, обратитесь к своему администратору. Чтобы создать новое мероприятие, мы с вами сейчас создадим и посмотрим с помощью чего. Во-первых, с помощью команды «Создать мероприятие» в меню раздела «Совместная работа». Совместная работа. И здесь есть «Создать мероприятие». Либо, когда мы находимся в разделе «Мероприятие», здесь по кнопочке «Создать», также у нас с вами открывается карточка «Мероприятие». Либо с главного окна, где у нас здесь есть виджет, мы можем провалиться сюда и опять же здесь создать также мероприятие. Мероприятие можно разграничить по видам. В программе предусмотрено два вида мероприятий – протокольные и непротокольные. Настройка видов мероприятия занимается ответственной за нормативно-справочную информацию. Также в программе можно учитывать мероприятия, организаторами которых являются ваши контрагенты. При этом необходимо необходимые реквизиты и связи будут устанавливаться у нас с вами автоматически. Жизненный цикл мероприятия в общем случае состоит из следующих этапов. Первый этап – это подготовка, планирование участников, места, времени мероприятия, оформление программы мероприятия, согласование участия с места и времени, подготовка материалов к данному мероприятию и рассылка участников материалов к данному мероприятию. Проведение, фиксирование присутствующих, отсутствующих, фиксирование принятых решений. Третье – это оформление протокола, подготовка протокола согласования и его утверждения, исполнение решений и анализ мероприятий. На основании этапов жизненного цикла мероприятия можно запускать процессы. Для этого в подменю «Отправить» кнопочка «Отправить» на панели действия карточки. Из списка мероприятий предусмотрены соответствующие команды. Там «Отправить» по почте, программу на утверждение, приглашение, запрос на предоставление материалов, материал на ознакомление, ну и ввести поручение, провести мероприятие. Либо опять же там выбрать другие варианты, но опять же необходимо сначала заполнить. Давайте мы с вами откроем текущее мероприятие. И что мы здесь видим? Мы можем, да, отправить по почте программу на утверждение, там приглашение. Ну и, соответственно, у нас создается новый документ приглашение, и всем участникам, участник у нас Петров, Репин и Северянинов, получат приглашение на данные мероприятия. Также давайте разберем папки мероприятий. Для наглядности и разграничения доступа к мероприятиям списком, вот как раз мы видим все мероприятия, может быть организован также по папкам. Либо там по дню, по неделю, по месяцу. Если мы выберем с вами по папкам, то у нас, соответственно, да, есть общее мероприятие, есть проектное бюро. Ну, кому тут могут быть очень много папок, опять же, там по вашим ЦФО, либо подразделениям. Если ваш администратор установил вести учет по папкам, то при создании мероприятия мероприятия обязательно будет, в поле заполнения будет обязательным, в какой именно папке у нас с вами должно храниться данное мероприятие. Также в карточке мероприятия можно сделать следующее. Установить будут ли мероприятия этого вида протокольным или не протокольным. У нас с вами вот здесь вид, допустим, внешнее, внутреннее, ну там протокольное совещание. Также можно настроить автоматическое заполнение рабочей группы для этого вида мероприятий. Определить будет ли заполнение рабочей группы обязательным или нет. Указать куратора, установить длительность данного мероприятия. В карточке вновь созданного вида мероприятия по умолчанию устанавливается настройка автоматически вести состав участников, там рабочей группы. Но у нас, допустим, нет здесь состава участников, поэтому она не заполняется. Если установлен флажок протокольное мероприятие, то в карточке самого мероприятия этого вида можно будет назначить председателя, ну и, соответственно, создать протокол. Вот здесь создается как раз протокол. Протокольное мероприятие – это мероприятие, на котором требуется принять и зафиксировать принятые решения. Например, собрать акционеров может являться протокольным мероприятием. Для протокольных мероприятий требует, как я и сказала, назначить председателя, а также секретаря. Председатель – это пользователь, который проводит совещание, а также подписывает потом в дальнейшем протокол. Секретарь – это пользователь, который ведет протокол. Председатель и секретарь имеют права на изменения данного мероприятия. Решения, которые приняты на мероприятии, должны быть оформлены в данном разделе протоколе. Протокол – это документ, который содержит последовательную запись обсуждения вопросов и принятых по ним решений. Куратор – это сотрудник, который отвечает за мероприятие от лица организации. Давайте попробуем с вами создать мероприятие. Назовем «Собрание акционеров». Будет лежать у нас с вами в папке «В общих мероприятиях». Выбираем с вами начало, ну, допустим, у нас сентябрь, с 13 до 18. Далее необходимо выбрать участников. Попустим, у нас по подразделениям. Директора. Если у нас есть там программа, то мы ее можем добавить. Итоги. Ответственным поставим время. 15 минут. Записываем. Если нам необходимо добавить какие-то файлы, мы тоже можем их сюда добавить. И, соответственно, отправить приглашение. Сделаем, чтобы мы могли удостовериться. Соответственно, у нас создается приглашение к директору. Стартуем данный процесс. Ну, да, я приму участие. Что мне напомнить? Что у меня состоится? Собрание акционеров. Также мы можем на основании данного мероприятия забронировать определенную переговорную. Ну, допустим, забронируем помещение на 29 сентября. На 13 часов дня. 113 часов. 122 человека. В итоге. Или собрание акционеров. Вот у нас как раз на предмет есть забронировать. Соответственно, броня у нас прошла. И мы можем записать и закрыть. И мы с вами видим во всех мероприятиях, что у нас собрание. Вот зелененькое как раз в будущем мероприятии, которое не прошло. Собрание акционеров. Протокольное как раз у нас с вами совещание. Вот так вот просто и легко можно создать и вести мероприятие. И теперь на начальной странице в виджете у нас с вами появилось, что вот у нас собрание акционеров 29 сентября. То бишь каждый день до этого времени мы будем видеть, что приближаются у нас данные мероприятия. А на этом у меня все. Всем желаю хорошего дня. Если у вас остались вопросы, можете их оставлять под данным видео. До свидания. Продолжение следует...